Мария, Иосиф и младенец Иисус Христос. И к этому вертепу идут волхвы, чтобы поклониться и дать ему дары. Елизавета показывает композицию, которая завоевала гран-при рождественской звезды. Она объединила команду школьников младших классов и вместе они создали маленькую жемчужину этого конкурса. Как рассказывает наставница Елизаветы, Анна, сперва детям нужно объяснить евангельскую историю, увлечь, а потом можно учить рукоделию. Все фигурки, например, выполнены в технике народной куклы. Народная – это когда из лоскутков ткани сворачиваются без помощи швов куколки, сворачиваются и одежда накладывается. Все, в общем-то, просто детям семьи начального школьного возраста. Это очень доступно. А эта картина получила специальный приз от главы городского округа. Насыщенная, полный деталей работа. Трудно поверить, что автору всего 12 лет. Я хотел передать атмосферу зимы. Я рисовала эту картину, когда уже лежал снег и я вдохновился природой. Наставник Семена Александра Валерьевна обращает внимание – лица автора удались хорошо. Здесь есть одна маленькая фишечка. Вот здесь есть внизу двое детишек. Ребенок, который мой ученик, рисовал моих детей. Это два моих сына. Да, поэтому здесь есть маленький такой секрет. Разнообразие сюжетов, техник, способов рассказать евангельскую историю. Творческий человек, даже если ему, например, всего 6 лет, всегда найдет свою особую интонацию. Конкурс «Рождественская звезда», который объединяет всех неравнодушных, творческих людей, которые хотят выразить признательность и Господу, и своему Отечеству в художественном творчестве. Свои работы на конкурс представили воспитанники 72 детских садов, 11 воскресных школ, 14 студий изобразительного искусства. И это не полный список. И вот цифра такая интересная. 650 педагогов подготовили вот этих маленьких наших звездочных детей. Давайте им поаплодируем. «Рождественская звезда» зажигается в Одинцовском округе уже в 21 раз. Как говорят родители конкурсантов, многие из них сами принимали участие в первых конкурсах. Это и называется традиция. Тимур Гассин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.